друзья всем привет с вами александр и вы на канале один на один сегодня у нас новый день это новый контент он будет я пока что не знаю какой но он какой-то будет новый интерес на которого я до этого еще не делал сегодня у меня была просто лютая ужасная ночь я спал от силы 1 час может быть два и один еще сложный и много чего нужно делал сделать именно поэтому когда у меня ожидается какой-то сложный сложный день где нужно сделать много по максимуму усилий и провести его с пользой первое что я делаю я за за себе я заставляю себя говорю ты ленивая вжопа стал и пошел делать зарядку именно сейчас я поэтому здесь то есть я пришел сделать зарядку ну что погнали даже несколько с виду вот таких простых и незамысловатых движений заставляет твой организм проснуться неважно сколько ты спал час-два или может быть вообще не спал прилив сил это гарантированно чтим теперь я чувствую что у меня их по крайней мере хватит что какие-то дела до успеть ну что друзья вот так посижу поснимаю надеюсь никто не верну не против просто я только что только что только что домой зашел где был кто еще не знает буквально через месяц месяц таким маленьким хвостиком я уже за захожу и подаю документы на гражданство и сегодня я как раз таки ходил к нотариусу и не знаю как называется бюро переводов как о правильно назвать где именно тебе помогает оформить все вот эти документы то есть куда я ходил ленинский миграционный отдел полиции где я подавал документы прямо напротив вот это вот бюро переводов обычно у них по 8000 но посредом 6000 у них это услуга стоит и сегодня среда и среды дождался специально чтобы сэкономить 2000 думаю неплохо и вот я к ним пришел что нужно какой перечень документов об этом даже говорить не стоит поэтому что когда ты записываешься к примеру на рвп или подаешь документы на рвп в любой миграционной ты можешь спросить у них перечень документов о подаче на гражданство или и обязательно как я так и сделал я спросил мне дали и потом когда я записался я собственно лично пришел в отделение полиции ленинской об этом видео кстати есть на канале и мне сама девушка вот это миграционный инспектор нам не сама дала перечень документов которые мне нужно на гражданство для того чтобы подать вкратце что мне потребовалось это паспорт ну загранпаспорт конечно же казахстане же нет простого паспорта там айди то есть удостоверение и вот паспорт загранпаспорт свидетельство переселенца потом что еще было свидетельство переселенца и свидетельство о рождении все больше в принципе мне никаких документов и не потребовалось но для заявления запал для заполнения заявления о том о подаче на гражданство то есть это реально делается нужны еще такие документы как трудовая и аттестат и диплом об этом в принципе было не написано я бы и в этом минус то есть у меня получается само заявление на подачу на гражданство мне его не доделали будут доделывать уже я получается наверное но на следующей неделе потому что вот эти два дня у меня получается рабочие две смены и и после них только я смогу туда попасть но уже доделать надеюсь потом что у них самих нотариуса получается нет но они все это делают и отвели меня именно к нотариусу сопроводили там именно нотариус заверил мне вот этот перевод паспорта и заполнил мне документ такой бланк заявления о отказе а граждан об отказе гражданства казахстана потом я пошел на почту и пришел говорить но кнопки там нажал талончик не вышел что в электронную очередь через терминал моя очередь пришла я подошел мне девушка дала талон ой талон конверт помогла его закон заполнить потому что бумажные конверты я никогда как оказывается не заполнял потому что век цифровизации привет век цифровизации ну вот так в общем на еще этот конверт мне обошелся 122 рубля не факт в общем все она все это сделала 120 122 рубля и выписала мне такой талончик талончик сказала сходите сделайте копию и копию вам нужно будет в уфмс все в принципе вот такие дела то что на данном этапе происходит мой путь гражданства но еще грустная новость то что случилось судя по всему это все развод у меня разбег и знаете такая хрень наверное каждый переживал это это очень болезненно когда ты доверяешь человеку ты с ним делишься ты его чувствуешь своим родным близким и тут вдруг оказывается что у этого человека появился кто-то другой такие дела и все и ты такой состояние короче не передать не описать ну наверное у каждого это было и как говорит как бы сказали американцы блин дерьмо случается ну что поделать случается так случается такие вот дела вот это вот очень хреновая новость которая вот у меня произошла но я конечно же не собираюсь не бухать там не спиваться я собираюсь дальше идти к своей цели все вперед двигаться ну уйду уйду теперь в работу чтобы ну как бы отвлечься и все тому подобное займусь не знаю спортом еще в качалочку опять похожу что-нибудь только ну надо просто себя отвлечь что дома сидеть это просто это будет жесть это полная будет жесть и жопа но я потом видео как-нибудь сделаю когда я буду как бы мое состояние вот это внутреннее получше будет как я это все пережил и как это будет все происходить или как я буду переживать но пока я не знаю но на данном этапе вот так вот происходит то есть сюда вот грубо говоря жили-жили три года с лишним приехали сюда в россию и буквально за пару месяцев все рассыпалось но даже не за пару месяцев за последний месяц где-то вот такая хрень я начал просто замечать последние пару недель ну и в общем в общем все выяснилось вчера вот так вот поэтому как будут дальше события развиваться есть повод у кого еще не подписан обязательно подписаться лайкос влепить ну я тогда буду понимать что блин ну такие видео мои как будто нравится кто-то и хочет все-таки посмотреть может кому-то интересно кому-то они помогают я да я знаю ребят всем спасибо кто пишет положительные комменты кто мне в инстаграм пишет вк пишет всем спасибо значит кому-то помогает даже если хоть одному человеку помогли мои видео значит все это сделано ненапрасно ну и конечно же хейтеров как а хватает они всегда хватает так что хейтеры радуйтесь говно в моей жизни случилось вы победили в прям вот такой вот скажите как вы себя чувствуете хейтеры те в те кто мне всякого говна желал ну как вам теперь круто вы прям наверно так радуетесь блин у него же такое дерьмо случилось блин прям это так хорошо когда вот вот так вот произошло ладно друзья не будем о грустном жизнь продолжается чтобы не было происходит всякое бывает и хуже ну такова жизнь я вам ее просто показываю какая она есть какая она у меня происходит без всяких купюр без всяких красот и тому подобное даже вот сейчас сижу на кухне но это конечно не моя кухня съемная квартира но куда нам обычным мигрантам который мы буквально здесь два-три месяца находится по-другому пока никак ну как как есть так и ладно еще раз всем спасибо всем пока до скорых встреч пока пока